МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дефляция шагает по Европе, производство падает, предложение превышает спрос. Что дальше? Сто дней до юбилейной даты ветеранам внимание и почет. До 20 марта все ветераны должны быть обеспечены жильем. На что пойдут почти 5 миллиардов из казны. И казахфильм представляет картина о тех, кто возвращает нам историю. Немножко законсервированные наши истории возвращаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспективы межпарламентского сотрудничества обсудили сегодня в парламенте председатель Можилиса Кабибулла Джакопов и посол Китая в Казахстане Хань Хуэджан. Поздравив гостя с началом депрессии в нашей стране, спикер палаты выразил уверенность, что его деятельность придаст новый импульс двусторонним связям, динамично развивающимся вследствие сложившегося диалога между главами двух государств. Говоря о межпарламентском сотрудничестве, стороны подчеркнули успешный опыт работы депутатской группы и профильных комитетов. Джакопов передал приглашение председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джану Дэцзяню посетить с визитом Казахстан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая, теплая и светлая. И все это необычная животноводческая ферма, которая с окнами. Остеклите одну из сторон. Монфермер из Южного Казахстана с Ирнгертаев решился после продуманного расчета. Теперь помещение греет солнце, животные всегда здоровы и быстро прибавляют в весе. Таким образом, глава хозяйства сэкономил на электроэнергии, вакцинах и витаминных добавках. И одним из первых в стране начал экспортировать экологически чистое мясо. А в год производит до 2000 тонн этого продукта. О солнечной терапии и чутком предпринимателе этот сюжет. Три тысячи бычков греются подсолнечными лучами в ожидании вкусного корма. Хозяин – это такая машина. Перемалывает последний рулон из клевера и скоро сам равномерно разложит бычий завтрак в лотки. Животные здесь быстро набирают вес, но не только из-за полезного корма. Здесь у нас много солнца. Под его лучами витамины сами синтезируются в организмах наших бычков. Поэтому они никогда не болеют и быстро растут. Большие окна делают ферму необычной. Но это не дизайнерская мысль, а продуманный расчет. Полностью остеклив одну из сторон помещения, глава хозяйства Сырымиртаев сэкономил на многом – электроэнергии, антибиотиках, вакцинах и витаминных добавках. А главное – теперь к потребителю поступает экологически чистое мясо. До сегодняшнего дня мясо мы сбывали только в Алматинской области. Но объемы производства у нас заметно выросли. И теперь мы продаем в Узбекистан, а там рынок очень большой. Договор с узбекским партнером – очень выгодная сделка, говорит фермер. Южные соседи берут мясо дороже, чем на других рынках ближнего зарубежья. Сырымиртаев первым в нашей стране начал экспортировать мясо в больших объемах. Сейчас он производит до 2000 тонн продукта в год. Его ферма – результат форсированной индустриализации. Обошлась она в 520 миллионов тенге. Большая часть этих денег была получена при государственной поддержке в виде льготного кредита. Теперь в наших планах переработка мяса, причем в значительных объемах. Поэтому нам необходим большой убойный цех. Мы уже начали его строительство, и он будет отвечать требованиям евростандарта. Сейчас односельчане Сырымиртаева последовали его примеру. Если в начале прошлого года в Казыгурском районе было всего 56 откормочных площадок, то теперь около 140. Это дело для многих здесь стало семейным бизнесом. Алмау Разбаева, Нурмахам Мусатов, Нурмахам Бекмуратов, Южно-Казахстанская область. Основная часть медицинских шприцев, используемых в лечебных учреждениях Казахстана, сегодня выпускается в Атырау. Завод по их производству был открыт 5 лет назад по госпрограмме индустриально-инновационного развития. Сегодня цеха работают в полную загрузку, параллельно расширяя ассортимент медицинской продукции. Тонкости производства изучали мои коллеги. Открытие завода по производству медицинских шприцев 5 лет назад стало настоящим событием для Атырау. Оборудование южнокорейское, сырье из стран Азии и Европы. Несколько этапов производства с самым высоким контролем качества. Единственный в Казахстане завод по производству медицинских шприцев за 5 лет своей деятельности зарекомендовал себя как в плане стабильности, так и в плане качества выпускаемой продукции. Об экономическом эффекте говорят голые цифры. Только в прошлом году здесь выпущена продукция на 2 миллиарда тенге. В государственную казну в виде налога выплачено 400 миллионов тенге. Трудно поверить, но еще несколько лет назад ситуация была не столь радужной. На складах залеживалась продукция, медицинские учреждения предпочитали работать с привычными поставщиками из-за рубежа. Предвидя эти и другие нюансы, кредит на строительство завода взяли на долгий срок – 12 миллионов долларов на 15 лет. Существенные корректировки вносят и стоимость сырья. Все сырье закупаем за рубежом, ведь мы должны быть уверены в качестве выпускаемой продукции. Поэтому о досрочном погашении кредита пока не может быть и речи. Но самое главное – есть заказы. При поддержке фонда Самрук Казына заключили договор на поставку шприцев на 7 лет. Несмотря на все это, рыночная стоимость казахстанских шприцев на порядок ниже импортных. Сказывается география производства. Нельзя забывать и о кадрах. На базе действующего предприятия можно расширять, открывать любые профильные производства. Благо, собственные специалисты уже имеются. Я прошел стажировку и обучение у иностранных специалистов. Все оборудование современное. Участие человека в его работе минимальное. Главное – вовремя осуществить контроль. В прошлом году на заводе открыли параллельное производство одноразовых медицинских перчаток и систем для внутривенных вливаний. Что касается спроса на продукцию, то ею уже заинтересовались заказчики из России и Англии. Еврозона впервые после кризисного 2009 года попала в ловушку дефляции. Предложения на рынке значительно превышают спрос. Товары не покупают, соответственно, цены на них падают, а производство на грани падения. Франция, как один из европейских лидеров, в числе первых наставила на помощь со стороны Европейского Центробанка. А сейчас задумалась, так ли это было нужно. Во Франции людей без дохода уже почти 3,5 миллиона. Еще примерно 1,8 миллиона перебиваются случайными заработками. Собственных резервов, чтобы ситуацию переломить, у страны, которая в евроупряжки с 18-ю другими, для этого нет. На помощь придет запуск печатного денежного станка. Именно так выглядит выкуп Европейским Центробанком государственных долгов. Европейский Центробанк принял на себя ответственность перед лицом ослабевающей экономики и падения роста, которые ставят под угрозу наши социальные программы. Меры будут продолжаться до тех пор, пока инфляция в еврозоне не достигнет 2%. Но монетарная политика не может решить все. Правительства тоже должны использовать рычаги для поддержания роста. Мой муж на пенсии, я тоже ожидаю выхода на пенсию через 15 месяцев. Но я знаю, что не все так хорошо, и сегодняшнее спокойствие может обернуться проблемами. Безработные уже близки к нищете. В Испании и Греции дефляция уже реально наступила, а в Италии зафиксирован нулевой показатель, то во Франции минимальный рост есть 0,1%. Не намного меньше, чем в Германии, где 0,2% и где активно против таких методов удешевления евро. Подобная хваленая политика оглушительно провалилась в Японии и имела относительный успех в США, которые живут за счет кризиса в других странах и привилегий доллара. Эта мера, правда, поможет урегулировать дефляцию, но приведет к усилению финансовых спекуляций. Пока все заявления лишь прогнозы, как и то, что уже к концу 2015 года французская экономика должна начать расти. Первую реакцию рынка можно будет наблюдать в марте, когда Центробанк начнет вливать в евроэкономики по 60 миллиардов евро в месяц. И будет это делать в течение полутора лет. Елена Минкевич, Николя Фильйоль, Франция, Париж. Турцию охватывают забастовки. Тысячи рабочих металлургических заводов вышли на улицы. Они требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и мер безопасности. Массовая забастовка турецких рабочих пройдет в два этапа. В сегодняшней принимают участие около 10 тысяч человек из 20 заводов. Есть и представители международных компаний. Работодатели предлагают продлить трудовой договор на год, но зарплаты не индексировать. Союз металлургов, к примеру, это не устраивает. Попробуйте, получая в месяц 1400 лир, пожить на эти деньги. Вот тогда сами поймете, насколько трудно приходится рабочим. Наши требования, чтобы подняли зарплату. Мы хотим иметь возможность нормально жить и работать. Меры безопасности на заводах рабочих беспокоят не меньше. Несчастные случаи на производстве в Турции, увы, не редкость. За 10 лет погибло два сотрудника. А сколько было случаев, когда люди лишались рук или ног и оставались инвалидами. Происшествий было так много, что мне даже сложно вспомнить точное число. Как работать в таких условиях? Если компромисс не будет найден, акции протеста ударят не только по отдельным отраслям, но по всей экономике Турции в целом, считают эксперты. Кроме того, большие издержки понесут и международные автомобилестроительные компании, как Дельфи, Шнайдер и Альстам. Во время забастовок останавливается производство. Это наносит урон экономике страны. Ведь работодатель утрачивает свою позицию на рынке и начинает уступать своим конкурентам. Чтобы вернуть прежнее положение, придется приложить гораздо больше усилий, возможно, чем-то пожертвовать. В итоге проигрывают и рабочие, и работодатели. Переговоры, прошедшие ранее, пока не принесли рабочим желаемых результатов. Второй этап митингов назначен на 19 февраля. Асим Хасян, Казагирнат Кашкинов. Все. Для потребителей в Казаларде открыли пять социальных магазинов. В торговых точках будут реализовывать продукты питания первой необходимости по выгодным для покупателей ценам. В общей сложности на территории областного центра теперь работают 16 подобных объектов. По словам местных властей, они нужны не только для поддержки социально незащищенной части населения, но и для стабилизации ценовой политики. Сеть магазинов Тумембага пользуется сегодня огромным спросом среди козлординцев. Сюда с самого утра выстраивается очередь. Продукты первой необходимости – овощи, фрукты, мясо – в социальных торговых точках реализуются по цене ниже рыночной на 15-20%. Каждый день здесь отовариваемся, берем продукты. Очень выгодно. Купил, к примеру, сейчас 5 килограмм картошки по 85 тенге. На рынке и в других магазинах – кило по 130. Дешево все и удобно. Продукты свежие, не обвешивают. Я доволен. Проект по сдерживанию цен на самые необходимые для населения продукты питания стартовал еще в прошлом году. Тогда были открыты 12 торговых точек. С начала года заработали еще 5. Реализация проекта обошлась 130 миллионов тенге. В целях держивания цен мы регулярно проводим сельскохозяйственные ярмарки. К примеру, с начала года в новых 5 социальных торговых павильонах реализовано в общей сложности около 4,5 тонн продукции. Сеть социальных торговых точек в Казларде расширяется. Буквально через 10 дней заработает новый павильон площадью в 1000 квадратных метров. Цены в нем поможет удержать специальный стабилизационный фонд. В его распоряжении – современное ващехранилище, который позволит бизнесменам закупать по всей стране необходимый объем продуктов по самым низким ценам. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлуханов, Казлардан. Асим Шайхметов и чудом выжившие в недавней авиакатастрофе успешно провели 5 хирургических вмешательств. С 27 числа врачи 1-й городской больницы Астаны буквально не выходили из операционных, спасая жизнь 29-летней девушки. В настоящий момент она находится в отделении реанимации. По заключению медиков, общее состояние пациентки средней степени тяжести стабильное. Напомню, 20 января в районе рудника Шатер-Коль в Жамбунской области при заходе на посадку во время тумана потерпел крушение самолета АМ-2. Единственная спасшаяся Асим Шайхметова, которую 22 января доставили санитарной авиации в столицу. И еще из новостей. Приговор за растрату чужих денег. Лиза Тур-Избеков, руководитель Атыраусского филиала, одного из казахстанских банков, ближайшие 7,5 лет проведет в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в присвоении и растрате денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. Материалы дела констатируют. Тур-Избекова уговорила одного из клиентов, желавшего приобрести квартиру за наличные деньги и оформить ипотеку. Поняв, что имея средства, платить проценты банку смысла нет. Клиент решил погасить кредит в 17 миллионов тенге досрочно, передав деньги руководителю учреждения. Тур-Избекова вместо того, чтобы внести сумму в кассу, присвоила и потратила 17 миллионов на собственные нужды. В чем, собственно, и призналась судья. Суд приговорил бывшего руководителя филиала банка к 7,5 годам колонии общего режима. Областная апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения. У остужденной, совершившей крупное хищение, будет конфисковано имущество. Антикоррупционный тест не пройден. Подлоги разоблачены. В 7 годах лишения свободы Актауский суд приговорил экс-руководителя департамента агентства по делам госслужбы по Мангостаусской области. Будучи начальником, Еркан Аспанов неоднократно подтасовал результаты тестирования кандидатов на государственную службу. Он был задержан с поличным в собственном кабинете. Преступный бизнес чиновник организовал сообща с двумя подчиненными, которые были посредниками при получении взяток. Женщины-подельницы, одна из которых занимала должность заместителя руководителя, а вторая заведующая отдела управления персоналом департамента, также оказались на скамье подсудимых. Каждый назначен на наказание в виде штрафа в размере 700 месячных расчетных показателей с лишением права занимать должности в органах государственной службы в течение года. Еркан Аспанов занимал пост руководителя департамента агентства по делам госслужбы Мангостаусской области в течение 9 лет. Признать виновным Аспанова Еркина Магледевича по статье 366, часть 3, пункт 4 нового уголовного кодекса Республики Казахстан и по данной статье назначен на наказание в виде 7 лет к решению свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией лично принадлежащего имущества с лишением права занимать должность в органах государственной службы сроком на 7 лет в соответствии со статьей 41, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан прежней редакции. Искоренение взяточничества – тема для диалога сотрудников Алматинского городского департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции и НУР-утановцев. Стороны обсудили конкретные шаги в реализации антикоррупционной стратегии на ближайшие 10 лет, утвержденной главой государства. В документе содержится глубокий анализ ситуации в стране, по результатам которого были поставлены конкретные цели и задачи по борьбе с самостоятельством. С января 2015 года по сегодняшний день департаментом по делам государственной службы и противодействия коррупции по городу Алматы проводится досудебное расследование по 58 делам. Из них 38 – коррупционного характера, в том числе большинство – это в отношении сотрудников правоохранительного органа и в сфере здравоохранения, образования и в бюджетной сфере и другие факты. Ровно 100 дней остается до празднования 70-летнего юбилея Победы. Президент дал поручение руководителям профильных ведомств, чтобы каждый фронтовик и труженик тыла почувствовал внимание и заботу со стороны государства и общества. Сегодня в Нур-Атане обсудили комплекс мероприятий по предстоящим празднованиям. С заботой о старшем поколении партия Нур-Атан продолжает свой масштабный проект помощи ветеранам. В прошлом году волонтеры провели обследование условий жизни более 5000 свидетелей кровавых лет. Учитываются все проблемные вопросы, а партия Нур-Атан координирует пути решения. По поручению лидера партии Нур-Атан сегодня ведет комплексную работу по поддержке ветеранов, пожилых людей и патриотическому воспитанию молодежи. На это ориентирован ряд показателей нашей предвыборной платформы. Все эти годы реализуется партийный проект Ардахтай. Из бюджета выделено порядка 4 миллиардов 700 миллионов тенге. Определено 14 самых разных видов поддержки ветеранов. Выплата единовременных пособий, лекарственное обеспечение, оплата лечения в санаториях и клиниках. На особом контроле жилищный вопрос. Было соответствующее поручение главы государства, что до 20 марта, я вот обращаюсь к нашим коллегам из регионов, до 20 марта все ветераны должны быть обеспечены жильем. Это в обязательном порядке. В 2014 году партия Нур-Атан восстановила данные по 531 Герою Советского Союза и более 124 полным кавалерам Ордена Славы. А к юбилейному Дню Победы будет запущен сайт, посвященный Великой Отечественной Войне. Кахарман.кз На нем опубликуют уникальные архивные документы, фото и видеоматериалы о героях, прошедших войну. Дула Сытыбалдеев, Мирамбек Акмаханов, Астана. На востоке страны пошел обратный отчет до начала официальных мероприятий, приуроченных к Году Ассамблеи народа Казахстана. Десять дней в Усть-Каменогорске будут проходить благотворительные концерты и флэш-мобы этнокультурных объединений. А 6 февраля начнется республиканская акция «Старт Года Ассамблеи народа Казахстана». Параллельно в вузах Казахстана и России пройдут лекции, посвященные будущему событию. Учитель должен быть лучшим другом и помощником для своих учеников. Так считает Бибикуль Айдарова из Ак-Тубе. Педагог по призванию всегда может найти правильный подход к ребенку. Под ее крылом около 30 школьников младшего звена. Семейную династию продолжает и единственная дочь. О трудовых буднях расскажет Леева Высова. Бибикуль Айдарова пошла по стопам своей матери. Вот уже 15 лет учат детей в Каргалинской сельской школе. В каждом ребенке педагог видит будущего гения, изобретателя и ученого. Уроки в интерактивном режиме помогают раскрывать творческие таланты. Я горжусь тем, что я выбрала эту профессию. Учить детей – это благороднее дело. Каждый ребенок одарен, талантлив. Мои дети участвуют в Олимпиадах. Каждый день учитель радуется успехам своих подопечных. Ведь именно в начальном звене закладывается фундамент – основа будущих достижений и побед. В своем классе Бибикуль создает атмосферу, которая вдохновляет малышей на смелые поступки и вселяет в них уверенность. Ее дочь Раушан получила диплом педагога начальных классов и теперь продолжает семейную династию. К современным детям нужен особый подход. Мы стараемся заинтересовать их. Проводим занятия в игровой форме, чтобы развивать память и мышление. Внедрять инновационные идеи, разрабатывать авторские методики и развивать дистанционное обучение. Все эти задачи перед педагогами поставил президент своей стратегии «Казахстан-2050». В помощь учителям-новаторам – мультимедийные классы, электронные учебники, интерактивные доски. За качественным обучением всегда стоит много работы. Ежегодно актюбинские педагоги проводят семинары, делятся опытом и создают творческие мастерские. Лайла Уэсова и Бегдаутов из Актюбе. В Алматы открылась передвижная выставка историко-культурного и природного заповедника «Танбалым», посвященный 550-летию казахского ханства. Здесь представлено около ста разновременных памятников. Копии наскальных рисунков, петроглифов, липная керамика. Жертвенники, датируемые середины XIV и XIII веков до нашей эры. Надо отметить, что уникальный комплекс «Танбалы» вошел в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Более чем полувековая история изучения наскальных рисунков сегодня позволяет найти ответы на многие вопросы становления нашего государства. Ведь эти памятники фиксировали события, окружающие действительность в образах, метафорах, символах и передавали на протяжении веков эту информацию следующим поколениям. То есть представлено не только наскальное искусство «Танбалы» эпохи бронзы, но и более поздняя тюркская эпоха, также представлено широко. Ну и вот предметы вооружения казахов, одежда традиционная, портреты казахских батыров – все это представлено на этой выставке. И, видимо, это будет интересно посетителям музея города. То ли там, станция в Казалародинской области – это и название фильма, подготовительный период к съемкам, которого завершился на «Казахфильме». Гульнара Умарбекова о новой работе студии, его создателях и, самое главное, о героях. Съемочная группа недавно вернулась из Таджикистана. Выбирали там натурные места, рассказывает Сабит Курманбеков. Он режиссер этого фильма. А вообще Сабит известен как сценарист, актер, художник, постановщик. Вот эти эскизы для будущей ленты он сделал сам. Тема – репатрианты. На сегодняшний день одна из самых актуальных. Ведь за годы независимости в Казахстан вернулось их более миллиона человек. Герои будущей ленты из Афганистана. Главный герой – это старик, который еще в 30-е годы вынуждены были покинуть свою родину, и он возвращается. Он его запомнил, когда ему всего было 3-4 года. И вот этому 80-летнему старику, который хочет увидеть свою, как бы, с одной стороны, такую мифическую родину, и вот, как бы, о той, о судьбах наших орломанов, как бы, приобретений родины. Сценарий написал драматург Нурлан Санжар. В главных ролях – Исим Сегизбаев, Дулуга Акмолда, Баян Кашнабиева. В съемочной команде – опытные мастера. Директор картины Таниберген Хаши и второй режиссер Булат Искаков. Рабочее название ленты – Ториэтам. Так очень необычно называется станция в Казалардинской области, рядом с космодромом Байконур. Именно здесь получили место жительства героя ленты. Репатриант – это невольно потерявшая родину. Это тоже история. Потому что возвращенцы – это тот код, который мы забыли, и они нам возвращают этот код, который, как бы, мы должны раскрыть, потому что это немножко законсервированные наши истории возвращенцы. Афганистан планируется снимать в Таджикистане. По словам режиссера, там они уже нашли подходящий для натуры почти древний кишлак. Ведь фильм расскажет о нескольких поколениях, вернувшихся на родину семьи, начиная с 30-х годов прошлого столетия. Сейчас вся группа ждет утверждения бюджета. Как только это случится, начнется съемочный период. Бульнару Марбекову, Булат Носибеков, Алматы. Главные спортивные новости перед казахстанскими тяжелоатлетами. В 2015 году поставлена задача выиграть максимально возможное количество лицензий на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Ну а на самих играх спортсмены решительно настроены завоевать пять золотых медалей. Сегодня в Истании также были подведены итоги минувшего года. На прошедшем чемпионате мира в Алматы сборная Казахстана завоевала три золота усилиями Ильи Ильина, Зульфий Ченшандло и Жасулана Хадырбаева. Отечественные тяжелоатлеты снова доказали свое лидерство на мировой арене. Помимо этого, Национальная федерация тяжелой атлетики уделяет особое внимание развитию данного вида спорта в регионах. Бюджет федерации в этом году составит 670 миллионов тенге. Под жестким контролем вопросы допинга. При федерации есть аккредитованная антидопинговая лаборатория, базирующаяся в Алматы. Перед каждым турниром или мировым первенством специалисты берут пробы. В этом году на чемпионате мира в США планируется добрать необходимые очки для обеспечения полного комплекта лицензий на Олимпийские игры в Бразилии. Шесть мужских и четыре женских. По мнению федерации, принятые меры позволят эффективно провести подготовительный цикл к Олимпиаде 2016. В целом наличие спортивных. Ставятся цели перед тренерским составом, перед командой. И уже общественность, мировая тяжелая атлетика уже понимает, что Казахстан в Рио будет выигрывать то, что мы можем выиграть, то, что мы хотим выиграть, то, что мы запланировали. Завтра в Астане будет разыграна первая путевка на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 30 января в столичном спорткомплексе «Даулет». Пройдет финал первого сезона проекта «Аиба про боксинг». И один из главных претендентов на чемпионский титул и олимпийскую лицензию – это хозяин ринга Берек Абдрахманов. Боксеры в Астане уже несколько дней ведут интенсивную подготовку. И вот сегодня, буквально несколько часов назад, соперники встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания. Финальный поединок будут предварять четыре боя. На ринг выйдут боксеры из России, Германии, Италии, Ирландии, Бразилии, Филиппин. Ну а в главном состязании вечера сойдутся наш Берек Абдрахманов и боксеры из Узбекистана Хуршит Тужебаев. Оба боксера прошли сезон без поражения, одержав по три победы. Это будет их первая встреча на ринге. Телеканал «Хабар» покажет финал в своем эфире. Начало трансляции в 23.00. Мы с тренерами смотрели видеозаписи и смотрели сильные стороны и слабые стороны. Готовились к этому турниру. Как бы последний шаг, один шаг остался на лицензионный турнир. Турнирский штаб все верит мне. Вместе готовимся и вместе верим, что победим. И главное, чтобы не расслабляться и только побеждать. Сегодня в Мельбурне определились финалистки открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде. Нынешний женский турнир «Австралина Оупен» сенсаций не преподнес. В финал вышли первая и вторая ракетки мира американка Сирена Уильямс и россиянка Мария Шарапова. Младшая сестер Уильямс в полуфинале взяла верх на отца отечественницы Мэдисон Киз 7662. А обидчица нашей Зариной Диэс россиянка Мария Шарапова после победы над Казахстанкой обыграла еще трех соперниц и уверенно добралась до финала 6-3-6-2. С таким счетом Шарапова разгромила другую россиянку Екатерину Макарову и теперь в финале сразится с Сиреной Уильямс. И последняя информация, интриги, накал страстей, любовь и ненависть. История Египта удивительная и захватывающая. Сразу по окончании этого выпуска не пропустите вторую серию фильма «Дворец Абдин». На этом наш выпуск завершен. Благодарю вас за внимание. Удачного просмотра. Всего доброго и до свидания.